Окружные организации и предприятия получили возможность вернуть часть страховых взносов ранее уплаченных фонд социального страхования на приобретение средств защиты для своих работников от коронавирусной инфекции. Заявки принимались до 1 октября. Подробнее расскажет Александра Литкова. Компенсировать затраты на предупреждение распространения коронавирусной инфекции окружные предприятия и организации могут за счет средств фонда социального страхования в рамках программы по сокращению производственного травматизма. Программа включает в себя целый комплекс мер, в том числе приобретение защитных средств и прохождение медосмотров сотрудниками. В этом году мы тоже подали заявку. Нам выделили 217 тысяч рублей. Но их мы потратили на прохождение медосмотров сотрудников. Что касается коронавирусной инфекции, в общем предприятие затратило 693 тысяч рублей на маски, респираторы, одноразовые перчатки, детсредства и так далее, термометры. В принципе, покрыть решили мы только прохождение медосмотра на эту сумму. Согласно законодательству, подать заявки на участие в программе нужно было до 1 октября. В этом году, в июне, был подписан приказ 365-Н, который внес изменения в этот приказ 580-й. 365-Н действует до конца 2020 года. Он определил ряд дополнительных мероприятий. Это мероприятия, связанные с профилактикой COVID. То есть, было включено дополнительно 5 мероприятий, а также продлена дата приема заявлений, подачи заявлений страхователями в фонд социального страхования. Если по 580-му и ранее это было 1 августа, то было продлено до 1 октября. На возмещение затрат, связанных с производственным травматизмом, в фонд социального страхования Ненецкого округа обратились 77 организаций. 27 из них подали заявки на финансовое обеспечение в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Сколько же организаций учли в своих мероприятиях, вот мероприятия, связанные с реализацией по предупреждению новой коронавирусной инфекции. Это 27 страхователей. Они включили в свои планы и в свои расходы такие мероприятия, как приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания, приобретение дезинфицирующих салфеток и дезинфицирующих кожных антисептиков, приобретение воздухочистителей и приобретение средств для бесконтактного контроля температуры. На рассмотрение заявок отводится 10 рабочих дней, после чего будет принято положительное или отрицательное решение. На сегодняшний день 14 организациям выплаты одобрены, 4 отказано.